Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире канала 16, передача «Актуальное интервью». И в гостях у нас Кабишев Роман Владимирович, заместитель председателя Комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию. Роман Владимирович, добрый день! Добрый день! Я рад приветствовать жителей Сарова и вас. И надеюсь, что наш разговор будет интересен для них. Давайте начнем с событий прошлого года. Прошли выборы в Законодательное собрание Нижегородской области. Как вы оцениваете их результаты и какого результата достигла Коммунистическая партия на этих выборах? Выборы были непростыми по ряду причин. И главная причина, безусловно, это по нашей точке зрения, я имею в виду Коммунистическую партию Российской Федерации, в силу того, что проконтролировать ход выборов и, соответственно, результаты было достаточно трудно. Дело все в том, что два новшества, которые, собственно, по нашему мнению, сводят на нет возможность контроля за выборами. Это, во-первых, трехдневное голосование. И в силу этого много технических и технологических проблем, связанных с контролем того, что попадает в урны. И вторая проблема – это, безусловно, электронное голосование в самом широком смысле этого слова, которое проконтролировать тоже практически невозможно. Поэтому, если подходить с этих позиций, то, безусловно, мы считаем, что результаты выборов и ход выборов, на наш взгляд, проконтролировать невозможно. И есть возможности для манипуляции, для длительного воздействия на избирателя. Не могу сказать точно по Сарову и точные цифры сейчас, но вы действительно абсолютно правы. Во-первых, если мы говорим с вами про процент явки, про процент голосовавших за ту или иную партию и так далее, то как раз вот есть удивительные, например, вещи, когда на двух соседних участках в округе, понимаете, разница бывает в десятки процентов. Сегодня делегация, по сути, фракция КПРФ в законодательном собрании посетила наш город. У вас были встречи с различными, в том числе и социальными службами, с главой города. В этом связи вопрос, какие планы у вас, как у фракции КПРФ в законодательном собрании, по отношению к нашему городу, с какими проблемами вы считаете необходимы, нужно здесь работать? — Действительно, я хотел бы сказать, что мы уже давно рвемся в Саров, как фракция. Мы посещаем разные муниципальные образования. И вот в Саров мы планировали приехать еще в прошлом году, но вся ситуация с пандемией и так далее не позволила это сделать. И сегодня мы приехали таким усеченным составом, к сожалению. Но, опять же, хочу сказать, что это связано с теми проблемами, с той ситуацией, которая сегодня сложилась в стране. И сегодня действительно идет очень активная работа, связанная с тем, чтобы нам с вами в новых условиях санкционной войны, экономических трудностей, которые только еще будут нарастать, и надо это честно сказать, нам надо находить ресурсы и возможности для того, чтобы решать важные задачи. Не просадить нам с вами уровень жизни людей, не просадить занятость и, в конце концов, находить источники для суверенного развития. — То, о чем вы и говорите. — То, о чем мы и говорим, да. К сожалению, вот я должен сказать, что сейчас все меры, которые принимаются, это те меры, которые мы предлагали много-много-много раз. Так вот, я хочу сказать, что действительно программа у нас насыщенная. Мы сегодня и встретились с руководством города, и обсудили целый ряд действительно проблем. Я о них, может, сейчас, так сказать, коротенько скажу. Дальше мы побывали на проблемных объектах. Это реконструкция детского парка. Это мы посетили строительство детской поликлиники. Мы посетили два социальных объекта у вас, хорошо известных. Это интернат номер 9 и теплый дом, центр реабилитации детской. Ну и вот у нас сейчас еще предстоит прием граждан и так далее. Я могу сказать следующее, что, во-первых, была очень интересная и очень такая поучительная и важная беседа с руководством города. Потому что, что греха таить, действительно, Саров — это город, город и это муниципальное образование с особым статусом, с особой историей, с особым менталитетом. И даже, давайте скажем честно, с особым административным порядком, с особо административным устройством за то. И очень часто, когда мы принимаем решения в Нижнем Новгороде по поводу тех или иных областных программ и так далее, мы действительно не всегда задумываемся о том, что есть Саров, у которого многие наши начинания не могут быть реализованы. Поэтому вот то, что мы вынесли для себя, это то, что действительно нужно очень сейчас тонко, точно отработать взаимодействие тех программ, которые реализуются на территории области, с теми программами, которые есть сейчас в Сарове, чтобы это взаимодействие было максимально большое. И второй момент, который я хотел бы сказать, да, есть проблемы общеобластные, коммунальные, и тарифные, и связанные там с социальными проблемами. Это все понятно. Но есть еще одна уникальная вещь. Это то, что у Сарова, как у уникального центра, федерального ядерного центра, есть потрясающий просто потенциал, который как раз во многом может помочь нам, всей Нижегородской области, вылезти из той ситуации, которая вот сейчас возникает. Потому что вот эта мобилизация на решение проблем, не на говорильню, не на программки, которые, так сказать, ну, скажем так, давайте, безответственно очень часто принимались, и за неисполнение которых не несли ответственность. Вот сейчас ситуация поменялась. Вот сейчас мы переходим с вами фактически к необходимости построения, давайте честно скажем, практически сталинской модели. Не в плане жесткости, а в плане того, что ответственность за решение, за результат, и было главным критерием оценки работы конкретного человека и всей системы. Вот когда мы с вами вот этот критерий ответственности сейчас заведем, вот тогда будет что-то меняться. А в Сарове он всегда был, понимаете? Они всегда на передовом крае. И у них, я совершенно, так сказать, согласен с главой администрации, да, с Алексеем Александровичем, который сказал, что так мы всегда на переднем плане, это, собственно, у нас нет другой задачи. Мы или обеспечиваем стратегическую наш паритет, это не паритет, вернее, лидерство, или мы не обеспечиваем, и тогда с нами разговаривают по-другому. Так вот, здесь есть этот потенциал для мобилизации. И второе, здесь есть огромное количество просто вот интеллектуальных, да, интеллектуальных, человеческих, моральных, каких-то таких качеств, да, вот этого капитала уникального человеческого, которое может вытащить всю область. Поэтому вот наша большая задача, если говорить серьезно, да, это услышать вас и дать возможность нам вот в синергии, в соединении ресурсов большого региона и уникальных способностей вас, как Центра, да, Федерального ядерного центра, соединиться и дать вот тот эффект, тот толчок, тот стимул для перехода к развитию самодостаточному и суверенному. Если говорить серьезно, еще раз повторяю, намечены и, так сказать, первоочередные вещи. В планах у нас с вами там есть необходимость обсудить все-таки нормативную базу за то и посмотреть, как она коррелируется с общефедеральной и региональной. Есть, значит, возможности посмотреть некие формы поддержки со стороны области тех или иных проблемных точек, которые существуют здесь, потому что, например, поддержка учителей, поддержка социальных работников и так далее здесь требует немножко больше отдачи, чем в том или ином районе. И много других вещей, которые... У нас остро стоит одна проблема. Я вам немножко, может быть, раскрою. Не знаю, обсуждалось ли это у вас на встречах. Еще при губернаторе Шанцеве был принят закон, который установил верхнюю планку дохода пенсионеров и, соответственно, от него расчет всех социальных пособий. Это называемый критерий нуждаемости. Да, критерий нуждаемости, точно. И я считаю, мое личное мнение, он был сделан как противовес в свое время массовой компании при поддержке прокуратуры Нижегородской области в признании ветерана атомной энергетики промышленности, ведомственного, да, звания, ветерану труда, равному, там, ветерану труда федеральному и ветерану труда Нижегородской области. Соответственно говоря, получается, что ветераны атомной энергетики промышленности стали... получили возможность получать все те же самые льготы, что ветераны труда традиционные. Введя этот критерий нуждаемости губернаторам и законам Нижегородской области, больше всего и сильнее всего ударил по нашим же ветеранам. Более половины ветеранов, которые получали эти надбавки, потеряли возможность их к получению. Поэтому, может быть, вам как предложение во фракции необходимо еще эту проблематику. Я думаю, что вы о ней знаете. Я, безусловно, это знаю. И, собственно, то, о чем я говорил перед этим, о том, что мы должны для себя все-таки понять, мы для людей делаем это или для чего-то другого. Так вот, я с вами совершенно согласен. Мы не раз ставили вопрос о том, что, во-первых, должна быть какая-то справедливость. Если ты действительно ветеран и так далее, то критерий нуждаемости здесь при чем? Давайте так. Или у нас с вами, например, есть совершенно уникальная вещь, когда человек должен выбрать, он инвалид или ветеран. Потому что ты можешь воспользоваться только одной льготой. Ну, это же вообще за пределами добра и зла. Понимаете? То есть, ну, как так? Где справедливость-то? Где, собственно говоря, ответственность государства в жизни человека? Пенсионную реформу я даже не беру. Это вообще там, так сказать, обманули всех и вся. Причем, еще раз повторяю, даже в экономическом смысле смысла не было делать эту реформу. То есть, понимаете, государство, на мой взгляд, да, ну, давайте честно скажем, измывается вот в этой части. Потому что я не могу объяснить человеку, как вы правильно говорите, а в чем справедливость тогда? А в чем справедливость? Потому что у человека, в первую очередь, он задается вопросом, а справедливо ли то, что происходит? И для меня, вот, я считаю, что это нонсенс. А когда еще мы с вами говорим о том, что, давайте еще раз говорю, честно скажем, да, что у нас с вами расслоение идет очень большое социальное. Так вот, если человек выбирает труд учителя, или он выбирает, условно говоря, там, другую профессию, не всегда правильную, да, и у них разрыв в доходах достигает разов, там, десятков раз, да, порядки, я считаю это неправильно. Поэтому, вы знаете, я могу сказать так, это большая проблема. Еще одна большая проблема, кстати, которая была, и которую вот до сих пор не могу тоже понять, почему вы, каждый раз, вот, пожары последние, ИЧС. Ну, то есть, у меня всегда, я всегда задаю вопрос, вот, я заместитель представителя комитета по экологии, я прекрасно понимаю эту ситуацию, ну, у нас, так сказать, взаимодействие-то есть где-нибудь или нет, или у нас действительно Саров где-то далеко, мордва горит, или не мордва горит, мы горим, но, так сказать, Сарову от этого не легче, да, и как организовать тушение пожара на закрытой территории, да, и со всеми вытекающими, это нонсенс. Поэтому я соглашусь с тем, что необходимо сейчас, вот, для меня это очевидно, и всегда было, кстати, очевидно, что мы должны с Саровым работать самым плотным образом, самым плотным образом. Роман Владимирович, напоследок, наверное, с какими проблемами жители вообще обращаются во фракцию КПРФ, и какая помощь, на какую помощь они могут рассчитывать? Первая и самая главная помощь, это то, что по обращениям любых граждан мы готовим те или иные запросы, и помогаем юридическому сопровождению то или иное решение проблемы. Мы обращаемся в, соответственно, органы самых разных уровней для того, чтобы понять проблему и решать эту проблему людей. У нас есть, безусловно, возможность, если мы видим, что это системная проблема, и решить ее не получается, реализовывать ее в качестве тех или иных законодательных инициатив, и мы это делаем. К сожалению, не всегда, что называется, встречаем понимание у других партий, но тем не менее. И есть фонд развития территорий, так называемый депутатский фонд у каждого депутата, с помощью которого мы можем решить ту или иную текущую проблему. Это оказание материальной помощи при необходимой налечении кому-то, при страшных вещах, бывает при пожарах, когда у людей выгорает все имущество. Эти вещи мы можем, значит, какие-то оказывать помощи и так далее. Но давайте честно скажем, что, конечно, депутатский фонд – это не бюджет Нижегородской области, и, так сказать, заменить все мы, к сожалению, не можем. И еще один важный момент, я бы тут тоже сказал о том, что, вот вы спросили, с чем обращаются. У нас с вами жители в основном обращаются с вопросами о, ну, скажем так, неотзывчивости, а, может быть, даже и игнорирования теми или иными государственными, муниципальными структурами их проблемы. То есть их подчас не хотят услышать. И вопрос заключается только в том, чтобы мы помогаем им открыть дверь хотя бы. Понимаете, бывает очень трудно открыть дверь к тому или иному бюрократу или к той или иной. Да, есть такое. Да, мы помогаем, значит, ее открыть. Иногда приходится брать таран побольше и выбивать эту дверь посерьезнее. Вторая проблема, с которой приходят люди, это, безусловно, вот львиная доля, 60%, если не больше, это коммунальные платежи. Это то, с чем люди сталкиваются каждый день и то, чем они не могут понять никак, потому что тарифы непрозрачные, тарифы растут совершенно, так сказать, таким уже привычным образом. Понимаете, не разобраться, что там вообще входит-то в эти тарифы, а просто они повышаются, повышаются, повышаются. Есть беспредел регоператоров, связанных с мусором, да, так сказать, цены-то выросли значительно, а, собственно, качество-то в чем? Потом, дальше, например, проблема мусора, люди приходят, и они говорят, да я не могу столько мусорить, а почему я плачу как налог? В одном из интервью вы как раз назвали это как налог на мусор. Абсолютно, человек не может вообще на него повлиять, понимаете? То есть, ну, давайте переходить к факту, давайте переходить к раздельному мусору, стимулировать невозможно. Или там, например, вот они приходят и говорят, вы знаете, вот мы не можем ничего сделать с управляющей компанией. Вот управляющая компания, у которой 200 домов, вот глубоко наплевать бывает, да, на решение тех или иных проблем, потому что у них вот этот комплекс, ну и так далее. Коммунальные платежи – это очень серьезная и проблемная вещь. Ну и последняя вещь, это такая серьезная, это, давайте откровенно скажем, не считая невозможность людей решить ту или иную проблему просто из-за отсутствия средств. К нам приходит огромное количество мам, огромное количество бабушек, которые, например, говорят, вы знаете, у меня мальчик-шахматист замечательный, но чтобы он поехал и принимал участие в соревнованиях, да, а шахматы – вещь такая, там надо неделю сидеть и играть, и это надо оплачивать и так далее, мы не можем позволить мальчику уехать, или мы не можем собрать, так сказать, команду поехать на такое соревнование, или мы не можем достать то или иное лекарство, потому что его нет, или там пускай это касается ребенка, или пожилой женщины и так далее. Вот это еще и нищета, которая, понимаете, вот она присутствует, и они приходят и просят все эти вещи. Меня, например, возмущает другой факт, что когда мы говорим про фонд территории, ко мне приходят директора школ, домов культуры, муниципальных учреждений, культуры и так далее, и они говорят, вы знаете, нам бы предписание написали, условно говоря, на 500 тысяч рублей. Крышу отремонтировать. Нет, проще. Нам нужно, например, сделать железную дверь для запасного входа. У нас не работает пожарная сигнализация и так далее, и так далее. Но это же полномочия муниципалитета. Совершенно правильно. Но на сегодняшний день существует вот эта вот потрясающая вещь, когда директоров школ, муниципальных учреждений заставляют, а вы идите к депутатам и у них берите, а мы тратить не будем. Вот когда я вот такие вещи вижу, знаете, вот когда они приходят на прием, меня злость берет, понимаете, потому что от этого зависит, собственно, жизнь, знаете, ребенка, да, вот сегодня вы установили камеру наблюдения или нет, вы пожарную безопасность обеспечили в школе или нет. Это не я должен, как депутат, решать, что называется, так, сиюминутно кому-то решить, а кому-то нет, потому что нет средств. Да, ребята, да не давайте мне этих денег, только я должен понимать, что вы профинансируете в школе весь необходимый набор, да, требований и так далее. Вот это вот тоже возмущает. Поэтому... Очень разумно. Да, понимаете, поэтому вот опять же я хочу сказать, вот вы говорите, вот с чем приходят, я возвращаюсь каждый раз, да, потому что это все вопросы взаимосвязаны. Вот вы спрашивали меня, с какими инициативами и, значит, выходит КПРФ, и какие планы в ЗАГСобрании или в Федеральном собрании, да. Так вот они очень простые, они вот так с земли берутся. Вы приходите, да, и вы не понимаете, когда человек говорит, да я не понимаю, почему у меня такой тариф, и я не понимаю, почему я должен столько платить, я не понимаю, почему он настолько вырос. И когда ты задаешь вопрос власти, ребята, а почему прозрачности тарифа нет? Почему нет? Я не могу понять, почему вы людям не можете объяснить, что тарифы такие-то, и платежи, например, такие-то, да. Почему люди все время вот каждый раз приходят и говорят, что они в ужасе, не могут что-то делать. Или там, поэтому мы говорим, например, вот инициатива, да, мы говорим, ребята, давайте заморозим тарифы, давайте не будем их повышать. Потому что мы знаем, что при нынешнем уровне тарифов уже достаточно для того, чтобы, условно говоря, работать нормально. Потому что мы с вами знаем, что, чего греха таить, например, наши ресурсоснабжающие компании выступали очень часто спонсорами известных клубов и так далее. Это было 2-3-4 года назад, когда теплоэнергия и так далее. Эти деньги-то у них есть. То есть это все в тарифы заложено, понимаете? О потере водоканала, вы знаете, какие огромные потери водоканала закладываются в утечек и так далее в тарифе? Так мы хотим разобраться, что, может быть, хватит в черную дыру бросать бесконечно деньги. Может быть, мы все-таки сначала разберемся с эффективностью работы, с проведением ремонтов, с рациональностью бюджетных трат. Понимаете? И тогда уже будем потом понимать, тариф повышать или нет. Я думаю, что нужно добавить, куда можно обращаться нашим телезрителям, в случае, если у них возникнет необходимость, какие-то контакты, возможно, оставить. У нас есть сайт Компас.РФ, значит, там все контакты есть. И я думаю, что если есть такая необходимость, там и телефоны, и контакты есть, есть социальные группы КПРФ, Нижегородское региональное отделение КПРФ практически во всех социальных сетях, которые остались, которые сейчас не заблокированы и на которые мы не работаем. Поэтому в наших и есть. Ну да, да, то есть мы, собственно говоря, в телеграммах, мы в Одноклассниках, мы в ВКонтакте. Конечно, есть видеоролики, есть большой ряд видеороликов и так далее. Вы знаете, я, когда нам сейчас вот говорят про контакты и так далее, я всегда говорю, что сейчас современное поколение, оно, конечно, сетевое, оно работает в социальной сети. И поэтому просто забейте, да, Нижегородское региональное отделение, и вся необходимая информация есть. Мы активно работаем в сети, и поэтому, если нужны контакты, пожалуйста. Да, кроме того, безусловно, здесь есть местное отделение. Мы, давайте скажем честно, одна из немногих партий, которая имеет в каждом муниципальном образовании местное отделение. Через местное отделение можно обращаться? Безусловно, только это даже лучший вариант. Это даже лучший вариант местное отделение. Александр Васильевич Ицкий, первый секретарь, сейчас адрес там обозначен и так далее. Я думаю, что здесь они активно ведут работу. Поэтому вот можно тоже и нужно даже больше через них работать и дальше. Хорошо, Роман Владимирович, еще раз спасибо за ваши ответы на наши вопросы. Очень интересно и познавательно, тем более, что мы с вами немножко даже совпадаем где-то во взглядах. Друзья, на этом у нас все. И это была передача «Актуальное интервью». В гостях у нас был Кабишев Роман Владимирович, заместитель председателя комитета по экологии и законодательного собрания Нижегородской области. Владимир Владимирович, спасибо. А с вами мы увидимся через неделю. И до свидания. Спасибо. Спасибо.